Добрый день, уважаемые зрители и слушатели! Мы продолжаем наши видео уроки по истории новейшего времени. Продолжаем говорить о второй половине 20-го в начале 21-го века. И сегодня мы начнем разговор о странах Африки в этот исторический период. Африка – огромный континент, который делится на различные регионы. Выделяется регион Северной Африки, выделяется регион Южной Африки, есть Восточная, Западная, Центральная Африка. Мы сегодня поговорим об Африке Северной. Вообще, для историков характерно делить Африку на две неравные части, которые отделены друг от друга огромной пустыней Сахара. Вот то, что к северу, на побережье Средиземного моря, это Северная или Арабская Африка. То, что южнее – тропическая Южная Черная Африка, где население в основном представители негроидной расы. Мы сегодня поговорим об Африке Арабской, о той Африке, которая располагается в северной части континента. Еще в далеком-далеком восьмом веке эта территория вошла в состав огромного арабского халифата и была населена арабоязычным населением. Местные племена, в основном кочевые, тоже восприняли во многом арабскую, мусульманскую культуру. Неудивительно, что вот эти территории имеют очень схожие исторические судьбы. Иногда Северную Африку называют словом Магриб. Именно оттуда из Магриба был знаменитый колдун в сказке об Алладине из книги «Тысяча и одна ночь». Магрибские колдуны нас сегодня интересовать не будут, а вот история стран Магриба, об этом мы, конечно, поговорим. Североафриканские страны с 19 века становятся колониями европейских держав – Англии, Франции. Чуть позже к этому списку присоединилась Италия, которая в начале 20 века захватила Ливию. Во время Второй мировой войны территория Северной Африки стала театром боевых действий, где довольно яростно сражались с одной стороны итальянские и германские войска, с другой стороны британские и американские войска. Вторая мировая война способствовала тому, что в странах Северной Африки поднимается национально-освободительное движение. Быть колониями европейских держав местное население не желает. И причем, что интересно, в первую очередь носителями вот этой идеи национального освобождения были местные военные. Офицеры, люди, получившие в силу своих занятий хорошее образование, они мечтали о свободе для своих стран. Причем, с точки зрения о том, на каких принципах нужно строить независимость в странах Северной Африки, они отличались. С одной стороны, многие считали, что основой должна быть арабская культура, арабская национальная идентичность, но без излишней исламизации. Большинство тех офицеров, которые будут осуществлять военные перевороты и революции, устанавливая собственные режимы в странах Северной Африки, были светскими людьми, придерживающими идей арабского национализма. С другой стороны, это традиционно регион ислама, в котором в 20 веке были сильны идеи ислама фундаментального. В качестве такого ответа на европейскую колонизацию, местное население охотно воспринимало самые радикальные мусульманские идеи. С 1928 года в странах Северной Африки действует организация «Братья-мусульмане». Северная Африка – это такое очень радикальное исламское объединение. Исламский фундаментализм – это вторая объединительная идея. Стран в Северной Африке не очень много, их всего пять – Марокко, Алжир, Тунис, Ливия и Египет. Иногда к этому региону относят еще и Судан, однако Судан, в отличие от пяти стран, которых я назвал раньше, он населен в основном негритянским населением, поэтому о Судане мы будем говорить, когда будем говорить о странах тропической и Южной Африки. Начнем разговор мы с самой западной из арабских и африканских стран – с Марокко. Марокко с конца 19-го, с начала 20-го века попала в колониальную зависимость от Франции и Испании. Формально там был установлен протекторат, сохранялась королевская власть, но фактически Марокко была колонией вот этих двух европейских держав. В первой половине века в Марокко ведется довольно яростная борьба за национальную независимость. Получила независимость Марокко в 1956 году. В руках короля марокканского сконцентрировалась основная власть. Причем вот эта монархия марокканская была монархией светской. Нет, конечно, в области культуры, в области духовной жизни, религия в Марокко, исламская религия, играла большую роль, но само государство было построено на светских принципах, мусульманских богословов, тем более исламских фундаменталистов. Марокканские короли в политическую жизнь не пускали. В отличие от других стран Северной Африки, Марокко всегда в своей политике ориентировалась на Соединенные Штаты Америки и занимала довольно прозападные позиции. Долгое время Марокко управлял король Хасан II с 1961 по 1999 год. Вот период правления этого короля в историю Марокко вошел с таким довольно неблагозвучным названием «Годы свинца». Хасан II был авторитарным правителем, который жестко удерживал власть, подавляя любое сопротивление. Для Марокко во второй половине XX века были крайне характерны всевозможные политические репрессии. Главные объекты этих политических репрессий это, с одной стороны, марокканские социалисты и коммунисты, Хасан II был яростным антикоммунистом, с другой стороны, объектами для репрессий становились носители фундаменталистских исламских идей. С исламским фундаменталистом марокканские короли боролись и борются. В XXI веке внутренние проблемы Марокко приводят к постепенному обострению тамошней ситуации. Сугубо авторитарное королевское правление многих не устраивает. Неудивительно, что Марокко стало одной из стран, где в 2011 году началась так называемая «арабская весна». Но вот об этом явлении, об арабской весне, мы подробнее поговорим позже. Если Марокко была страна такой прозападной американской ориентации, то остальные страны Северной Африки, лежащие к востоку от Марокко, были странами, в которых довольно большую популярность и даже государственную власть получили носители идей арабского социализма. То, что эти страны долго находились в колониальной зависимости, требовало определенного ответа даже на уровне идеологии. Как нам жить? Как нам развиваться? Идея модернизировать страны на европейский манер была дискредитирована вот этим самым колониальным правлением. Местные жители не желали повторять путь европейских колонизаторов, поэтому, естественно, искали другие пути. И вот таким ответом стала идея арабского социализма, очень распространенная в странах Северной Африки, а также затронутшая и другие арабские страны, страны Ближнего Востока, например, Сирию и Ирак. Арабский социализм – это своеобразная идеология такого третьего пути. С одной стороны, это идеология социальной справедливости. Люди должны жить в обществе, где доходы распределяются справедливо. С другой стороны, характерной чертой арабского социализма был национализм. Именно арабский национализм, или по-другому, как говорят, панарабизм. Арабский социализм говорит о том, что вне зависимости от государственных границ все арабы принадлежат к одной большой нации. И вот эти идеи социальной справедливости, они не носят такой, знаете, умозрительный характер для всех. Социальная справедливость для арабов. Понятно, что большую роль в идеях арабского социализма играла мусульманская религия. Арабские социалисты, в отличие от социалистов европейских, религии придавали большое значение. Европейский социализм, марксизм, они считали бездуховным учением, которое для Востока не подходит. Но давать большую волю исламским религиозным деятелям в своих странах офицеры, которые придерживались идеи арабского социализма, не желали. Идеалом арабского социализма является сильное государство, с сильной государственной властью, с плановой государственной экономикой. Предполагалась национализация средств производства, в первую очередь, конечно, тех, которые принадлежали иностранным компаниям. Богатства этих стран должны принадлежать его народу. Во главе государства обычно предполагалась какая-нибудь такая сильная личность, авторитарный, харизматичный вождь, который как отец нации будет заботиться о населении. При этом мелкую частную собственность, например, у каких-нибудь уличных торговцев, никто национализировать не собирался. А исламу отводилась важная роль, но только в области культуры. Идеи панарабизма, то есть идеи единства всей арабской нации приводили к тому, что те офицеры, которые во второй половине 20 века пришли к власти в Алжире, в Тунисе, в Ливии, в Египте, высказывали идеи и даже совершали попытки создать единые объединенные арабские государства. Государства, в которые должны были входить Египет, Сирия, Судан, Ливия, Тунис, Йемен. Правда, вот попытки создания таких государств успехом не увенчались. Арабский социализм не надо путать еще с одним своеобразным идеологическим направлением Востока с исламским социализмом. Я уже неоднократно говорил, что исламская идея на Востоке играет огромную роль. Мусульманская религия – это составная часть жизни восточного общества. И многие мусульманские богословы говорили о том, что ислам – это как раз религия, в которой очень много говорится о социальной справедливости. Мусульманская община, исламское общество – это общество, которое должно было быть построено на идеях социальной справедливости. Поэтому неудивительно, что многие религиозные деятели выступали с точки зрения строительства социализма на исламский манер. Логика их была проста. Давайте введем нормы шариата, мусульманского права в повседневную жизнь. Давайте дадим религии главенствующую роль в государстве. И сама суть исламской религии, где перед лицом Аллаха все верующие равны, приведет к созданию некапиталистического, социалистического общества социальной справедливости. Вот такие вот идеи активно гуляли в интеллектуальной элите Алжира, Туниса, Ливии, Египта и привели к довольно интересным политическим последствиям. Алжир – одна из самых крупных стран Северной Африки, да и вообще всей Африки. Долгое время, с 1830-х годов, являлся французской колонией, и независимость Алжир получил только после долгой и довольно кровопролитной борьбы. С 1954 по 1962 год в Алжире идет война за независимость. Колонизируя Алжир, французы воспринимали его, ну, даже не как колонию, а как просто составную часть Франции. Поэтому идея о том, что Франция должна Алжиру предоставить независимость во французском обществе после Второй мировой войны вызывала яростное отторжение. Французское общество само было расколото по этому поводу. Алжирцы же взялись за оружие, а во главе борьбы за освобождение стала организация, которая получила название Фронт национального освобождения. Среди деятелей этого самого Фронта национального освобождения многие придерживались левых социалистических взглядов. В конце концов, в 1962 году независимость была завоевана. Для местного французского населения это, конечно, была трагедия. Около миллиона французов были вынуждены покинуть Алжир, репатриироваться на территорию Бель-Франс, прекрасной Франции, а в Алжире устанавливается своеобразный военно-социалистический режим. Долгое время, с 1965 по 1978 год, во главе Алжира стоит такой замечательный политический деятель, президент Хуари Бумидьен. Яростный сторонник арабского социализма, он пытается этот социализм в Алжире строить. Национализированы крупные предприятия, их доходы идут на развитие социальной сферы, что любопытно, до сих пор, да, уже в нашем, совершенно вроде как бы не социалистическом 21 веке, в Конституции Алжира сказано, что Алжир это социалистическое государство. Долгое время Алжир за счет мощного авторитарного правления алжирских президентов сохранял внутреннюю стабильность, но с началом 90-х годов внутренние проблемы привели к тому, что в Алжире вспыхивает гражданская война. Главными противниками государственной власти в это время становятся исламисты. Вот те самые радикальные исламские организации, которые берутся за оружие. Те же самые братья-мусульмане. Вот эта вот гражданская война в Алжире длится 10 лет с 1992 по 2002 год и унесла довольно большое количество жизней. К западу от Алжира лежит маленький Тунис. В Тунисе тоже долгое время господствовали французы. В отличие от Алжира, Тунис получил независимость в 1956 году фактически мирным путем. Во главе тунисского государства независимого Туниса встал король, однако ненадолго. Уже в 1957 году был произведен военный переворот и в Тунисе укрепилась республика. Вот эта самая республика во главе с президентами тоже начинает строить социализм арабского образца. С 1957 по 1987 год во главе Туниса стоял президент Хабид Бургиба, сторонник идеи арабского социализма. Затем с 1987 по 2011 год Тунис возглавлял Зин Алибиддин Бен Али. Для обоих этих президентов была характерна такая довольно жесткая манера управления, авторитарная манера управления. Опора на идеи национализма, на идеи панарабизма были даже проекты о том, что Тунис должен объединиться с Ливией в единое государство, но эти проекты не реализовались. Однако как и в Алжире, так и в Тунисе жесткое авторитарное правление вызывало негодование со стороны нарождающегося среднего класса. Довольно высокий уровень жизни в этих странах позволил сформироваться среднему классу, у которого появляется запрос на демократию. Вот этот запрос станет одной из главных причин так называемой арабской весны. Еще дальше на восток от Туниса лежит Ливия. Ливия в начале 20 века была завоевана Италией, превращена в итальянскую колонию. До окончания Второй мировой войны она считалась владением Италии, но Италия была одной из проигравших стран во Второй мировой войне, поэтому колоний своих лишилась. До 1951 года Ливия была под французско-английским протекторатом. Часть территории Ливии контролировала Франция, часть территории контролировала Великобритания. Ливия страна богатая. Недра Ливии содержат огромные запасы нефти и природного газа. И вот нефть и газ с одной стороны стали благословением, с другой стороны проклятием для Ливии. После получения независимости в 1951 году в Ливии установилась королевская династия, правившая страной до 1969 года. Ориентировались ливийские монархи в первую очередь на страны Запада и на, конечно же, Соединенные Штаты Америки. Регулярно и по довольно низким ценам поставляя им нефть и газ. Однако в среде армейского руководства Ливии росли левые настроения, росли националистические идеи, росли идеи панарабизма и арабского социализма. 1 сентября 1969 года в Ливии произошел военный переворот. Группа офицеров во главе с полковником Муаммаром Каддафи свергают короля, устанавливают в Ливии республику. В 1977 году лидер ливийской революции Муаммар Каддафи ливийскую народную республику превращает в очень оригинальную форму государственного управления, в ливийскую джамахирию. В переводе с арабского джамахирия означает «государство масс». Муаммар Каддафи был не просто военным, который захватил власть и основал режим личного правления. Муаммар Каддафи был довольно оригинальным мыслителем, который пытался создать собственную идеологию, обозначить собственный путь в общественном развитии. Он написал знаменитую «зеленую книгу», где изложил свои идеи третьей мировой теории. Третья после западного капитализма и бездуховного европейского марксизма. Вот на принципах, изложенных в этой зеленой книге, Муаммар Каддафи и создает свою ливийскую джамахирию, то есть государство народа. Надо было сочетать идеи прямой демократии, которую осуществляют народные советы с исламскими идеями, изложенными в Коране. Каддафи это удалось соединить. После 1977 года Каддафи уходит со всех государственных постов. Его теперь начинают называть официальное наименование «братский вождь» и «лидер революции». Но формально не занимая никаких государственных должностей, Муаммар Каддафи остается реальным фактическим лидером ливийской революции и лидером ливийского государства, без которого ни один вопрос в Ливии не решается. Преследуя идею построения справедливого социалистического общества, Каддафи огромные доходы, которые Ливия получала от экспорта нефти и газа, вот эти вот многочисленные нефтедоллары, он направляет на улучшение жизни ливийского общества. К 21 веку Ливия одна из самых богатых и процветающих африканских стран. В Ливии один из самых высоких в мире и едва ли не самый высокий в Африке уровень жизни. Ливийские граждане имеют право на бесплатное жилье от государства, на бесплатное электричество, которое поставляют государственные электростанции, бесплатную медицину, бесплатное образование, в том числе и высшее. В стране поддерживаются низкие цены. Если ты хочешь заняться собственным небольшим частным бизнесом, ты можешь получить государственный кредит, причем эти кредиты бесплатные. В стране практически полностью отсутствует безработица. За время правления Муаммара Каддафи средняя продолжительность жизни в Ливии выросла с 40 лет, как было в 1969 году, до 72 в 2010 году. Муаммар Каддафи охотно вкладывает средства в грандиозные проекты, которые должны были послужить всему ливийскому обществу. Пожалуй, самым известным таким проектом является Великая рукотворная река. В ливийской пустыне были обнаружены глубоко под землей мощные водоносные пласты. И Муаммар Каддафи организует создание вот этой вот системы, ирригационной системы, которая стала крупнейшей в мире и вошла в книгу Гиннеса. С большой глубины пресная вода подымается по трубам и направляется в сторону ливийских городов и поселений. Ливия, пустынная страна, оказалась полностью обеспечена чистой пресной питьевой водой. В социальной жизни Ливии Каддафи активно насаждает исламские правовые нормы, нормы шариата, и даже наказания в Ливии выстраиваются вот по вот этим вот мусульманским традициям. То есть зачастую выглядят довольно средневеково, да, когда человека, например, наказывают битьем палок. Каддафи был принципиальным антиимпериалистом. Он считал, что все зло в мире от империалистических держав, в первую очередь от США. Поэтому неудивительно, что США у Каддафи было постоянное противостояние. Особенно оно обострилось в 80-е годы, когда Каддафи активно поддерживает любые выступления антиимпериалистического характера, любую деятельность, даже террористическую, направленную против мира империализма. Каддафи, у него есть на это деньги, финансирует антиизраильское партизанское движение в Палестине, финансируют многие террористические группировки, которые ведут свою войну против западного мира. Это, в конце концов, приводит к военным столкновениям с западным миром. В ответ на несколько крупных терактов в первой половине 80-х годов, в которых обвинили Каддафи, в 1986 году Соединенные Штаты и их союзники по блоку НАТО проводят военную операцию против Ливии. В 1986 году Ливия подверглась массовым бомбардировкам. Конечно, цели заявлялись исключительно военные, но, как обычно это бывает, пострадало большое количество гражданского населения, в том числе погибла и приемная дочь Муаммара Каддафи. Каддафи ответил, в 1988 году над шотландским городом Локерби раздался громкий взрыв. Это взорвался пассажирский самолет, лайнер Боинг. В результате вот этой катастрофы, теракта, взрыва самолета над Локерби погибло 270 человек. Расследование этого теракта привело к тому, что в 1992 году Организация Объединенных Наций на Ливию наложила санкции как на государство, которое является спонсором терроризма. И вот эти вот международные санкции сохранялись до 2014 года. Каддафи не отказался даже под санкциями от своей антиимпериалистической, антиамериканской позиции. Более того, он начал выступать за объединение всей Африки в борьбе вот с этим вот самым империалистическим западным миром. Каддафи озвучивал планы создания Соединенных Штатов Африки. В 2009 году Каддафи призвал африканские страны отказаться от использования американского доллара в межгосударственных расчетах. Он предлагал заменить американский доллар на золото, на золотой динар. Понятно, что если бы это произошло, это стало бы страшным ударом по финансовому владычеству Соединенных Штатов Америки в мире. Поэтому неудивительно, что вот эти вот планы Каддафи в США вызывают яростное негодование. Каддафи представляется как диктатор, как тоталитарный правитель, которого не грех и убрать военным путем. В 2011 году в Ливии начинается мятеж против Муаммара Каддафи. Ну и наконец Египет. Египет страна, которая долгое время находилась под британским протекторатом. С 1882 года Египет, формально независимый, был фактически оккупирован британскими войсками, а с началом Первой мировой войны в 1914 году был объявлен британским протекторатом. После окончания Первой мировой войны в Египте начинается война за независимость. Она длится с 1919 по 1922 год. В ходе этой войны за независимость Египет независимость получает. С 1922 года Египтом самостоятельно правит король, который носит титул короля Египта и Судана. Тогда Судан, страна лежащая южнее Египта, в верховьях реки Нил, была в такой федерации с Египтом. При этом влияние Великобритании в Египте сохраняется. Несмотря на то, что Египет вроде как провозглашен независимым, фактически это остается полуколония Британии. Британия крайне заинтересована в контроле над стратегически важным суэцким каналом, который по территории Египта идет из Средиземного моря в Красное, из Атлантического океана в Индийский океан. Контролировать суэцкий канал выгодно и в стратегическом плане, и в экономическом плане, поскольку за проход каждого корабля по суэцкому каналу необходимо платить. И вот до 1956 года зона суэцкого канала находится под британским владением. Такой договор был подписан с королем Египта. Однако в 1952 году в Египте происходит революция. Националистически настроенные офицеры левых панарабистских социалистических взглядов создают подпольную организацию, которая носит название «Свободные офицеры». И в 1952 году король свергнут, к власти приходят республиканцы. Лидером Египта становится Гамаль Абдель Нассер. С 1956 по 1970 год Гамаль Абдель Нассер не только фактически, но и формально возглавляет Египет, являясь его президентом. Гамаль Абдель Нассер замечательная фигура второй половины 20 века, яркий лидер вот этого самого арабского социализма, один из его идеологов. Он реализует в Египте свою социалистическую программу, проводится аграрная реформа у крупных землевладельцев, феодалов, изымается земля и распределяется между крестьянами. Гамаль Абдель Нассер предоставляет независимость Судану. Гамаль Абдель Нассер наносит страшный удар по мировому империализму в 1956 году. Он объявляет о национализации Суэцкого канала. Это вызвало неудовольствие европейских держав. Великобритания, Франция вместе с Израилем попытались военным вооруженным путем сохранить за собой контроль над Суэцким каналом. Они начинают войну с Египтом. Однако вот этот порыв гордых бриттов, прекрасных французов и хитрых израильтян был остановлен. Причем парадоксально, что в этом Суэцком кризисе 1956 года на одной стороне выступили противники в холодной войне США и Советский Союз. Советский лидер Хрущев приглазил применить ядерное оружие для защиты Египта. А Соединенные Штаты Америки, не желавшие на тот момент конфронтации с Советским Союзом, более глубокой, жесткой конфронтации, осадили своих союзничков по НАТО и своего сателлита Израиль. Суэцкий кризис закончился победой Египта. Неудивительно, что египетский лидер Гамаль Абдель был очень благодарен Советскому Союзу за помощь. В это время, как мы с вами знаем, в 40-е, 50-е, 60-е, 70-е годы на Ближнем Востоке тлеет арабо-израильский конфликт и Египет, как одна из стран-лидеров арабского мира, лидеров лиги арабских государств, занимает яростные антиизраильские позиции. Фактически, Египет – это главная сила, это центр антиизраильской коалиции. В 1958 году, в рамках реализации вот этого большого панарабского, всеарабского проекта, Египет и Сирия заключают договор о создании Объединенной Арабской Республики. Правда, долго она не просуществовала, а всего лишь три года до 1961 года, затем Объединенная Арабская Республика распалась. Египет и Сирия снова стали независимыми государствами. Египетский лидер Гамаль Абдельнасер высоко оценил помощь Советского Союза в советском кризисе. Неудивительно, что в период его правления между Египтом и Советским Союзом были очень дружеские отношения. В Египет было отправлено большое количество советских специалистов, как военных, так и мирных. Именно советские специалисты, советские инженеры помогли египтянам построить знаменитую Асуанскую ГЭС, крупнейшую гидроэлектростанцию в Африке. Египетский лидер Гамаль Абдельнасер был и лидером созданного в 1961 году движения Неприсоединения. Кроме того, уже с 40-х годов XX века, как только вспыхнул арабо-израильский конфликт, Египет занимает антиизраильские позиции. Фактически, Египет это лидер антиизраильской коалиции. Несколько раз Египет участвует в войнах с Израилем, правда, заканчиваются они для Египта довольно неудачно. Когда Гамаль Абдельнасер скончался в 1970 году, его место занял его друг и товарищ Анвар Саддат. Человек довольно своеобразный. Анвар Саддат в ходе Второй мировой войны, как потом выяснилось, сотрудничал с нацистскими германскими спецслужбами и в своей внешней политике был склонен ориентироваться не на Советский Союз, а на Соединенные Штаты Америки. Египетская политика, особенно внешняя, резко разворачивается. Из Египта уезжают советские специалисты. Анвар Саддат охотно прибегает к экономической и военной помощи США. Социалистические реформы, которые проводил Гамаль Абдельнасер, сворачиваются. Отношения с Советским Союзом фактически разорваны. Зато Саддатовский Египет урегулировал отношения с Израилем. Другие арабские государства, вот этот вот египетско-израильский договор восприняли как предательство интересов всех арабов. И на какое-то время Египет был исключен из лиги арабских государств. В 1981 году Анвар Саддат, который довольно жестко преследовал фундаментальных исламистов, стал жертвой теракта. Во время военного парада он был убит и на его место приходит Хосни Мубарак. В правительстве Саддата Хосни Мубарак был военным министром. Последующие 30 лет с 1981 по 2011 год Хосни Мубарак возглавляет Египет. Вот это 30-летнее правление было отмечено и кризисами и взлетами. Однако в целом Египет при Мубараке становится довольно процветающей страной. Так например в начале 21 века, с 2001 по 2011 год рост валового внутреннего продукта в Египте был просто неимоверным. От 17,5 до 29 процентов в год ежегодно. Почему-то у нас никто не говорит про египетское экономическое чудо начала 21 века. Видимо это не в трендах. Тем не менее Египет к началу 2010-х годов страна с довольно высоким уровнем жизни, но тут тоже приходит арабская весна. Арабская весна это серия протестов, гражданских войн, мятежей, внутренних конфликтов, которая начиная с конца 2010 года, с октября 2010 года охватила весь арабский мир. 26 стран Азии и Африки, 26 исламских государств испытали на себе вот эту арабскую весну. Главными причинами вот этих массовых протестов против существовавших тогда режимов, с одной стороны, были либеральные взгляды сложившегося вот в этих вот арабских мусульманских странах среднего класса. Местная интеллигенция, местные студенты выступали против кумовства, против коррупции, против авторитарного правления. С другой стороны, второй причиной вот этой арабской весны становится рост исламистских настроений. Сторонники радикального ислама укрепляют свои позиции в обществе, представляя возвращение к традиционным исламским ценностям, как главный цивилизационный ответ на европейскую модернизацию. Непосредственной причиной для выступлений в арабских странах стал рост цен на продовольствие в 2010-2011 годах. И, как сегодня становится известно, огромную роль в организации вот этих антиправительственных выступлений сыграли западные спецслужбы. Сегодня многие исследователи говорят о существовании в тех же самых Соединенных Штатах планов устроить на Ближнем Востоке так называемый управляемый хаос, который должен был обеспечить странам Запада, в первую очередь США, благоприятные условия с точки зрения получения нефтяных и газовых ресурсов Ближнего Востока. Начинается арабская весна в Тунисе с индивидуальных акций протеста, довольно трагических. Возникают случаи самосожжения протестантов. А дальше через социальные сети, через Твиттер, через Фейсбук, через другие социальные медиа, вот эти вот протестующие организуются, направляются и выступают фактически под одним и тем же лозунгом во всех странах. Народ хочет падения режима. Народ не хочет лучшей жизни. Народ просто хочет, чтобы непопулярный, авторитарный правитель, многие из которых там уже по 10, 20, 30 лет занимают это место, они должны уйти. И они уходят. Пали режимы в Тунисе, в Алжире. Чуть было не пал королевский режим в Марокко, но марокканский король своим протестующим пообещал серьезные реформы. Но не все режимы уходят мирно. Трагическими становятся события в Египте, где массовые протесты начались с января 2011 года. На площади Тахрир в Каире, где собираются протестующие, вспыхивают столкновения с полицией, идут погромы полицейских участков. Попытки разогнать протестующих военной силой оканчиваются неудачно. В конце концов, Хосни Мубарак, 30-летний, на протяжении 30 лет правитель Египта уходит в отставку. К власти в Египте приходят военные. Однако на президентских выборах, которые произошли в 2012 году, победу одерживают исламисты. Новый президент Египта Мухаммед Мурси это сторонник радикального ислама, это член группировки братья-мусульмане, который начинает переустраивать жизнь в Египте на исламский лад. Однако это не устраивало египетских военных и уже в 2013 году в стране очередной военный переворот во главе с военным министром Абдулом Фаттахом Ас-Сиси, который исламистов прижал к ногтю. Традиции такого светского арабского национализма среди военных в Египте были давние, прочные. Ас-Сиси исламистов от власти убирает. 2014 года Ас-Сиси является президентом Египта и действует до сих пор. Еще более трагическими события становятся в Ливии. В Ливии, как и в Сирии, при помощи стран Запада разворачивается настоящая гражданская война. Наверное, Муаммар Каддафи, правитель Ливии, справился бы со всеми многочисленными протестами, которые начинает либеральная оппозиция. Но уже буквально с первых дней, с 15 февраля 2011 года, в Ливии протестующих активно поддерживают финансово, информационно, организационно страны Запада. Против Ливии складывается настоящая международная коалиция во главе, конечно, с США и странами НАТО. Западные державы поставляют ливинским повстанцам вооружение, организуют доставку наемников, отправляют, сейчас это доказано, собственные спецподразделения, фактически осуществляя интервенцию в Ливию. Заграничные счета Муаммара Каддафи, на которых огромные денежные средства заморожены, арестованы, средства эти направляются на финансовую поддержку ливийской оппозиции. В конце концов, в Совете Безопасности ООН удается добиться резолюции о нанесении бомбовых ударов по Ливии. Муаммар Каддафи при помощи верных ему войск практически подавил вот это вот самое оппозиционное движение и тогда под лозунгом защиты мирного населения в дело вступают самолеты и крылатые ракеты. Ливия подвергается жесточайшим бомбардировкам, понятно, что громят войска самого Каддафи и вот эти бомбардировки Ливии в 2011 году приводят к тому, что оппозиция начинает побеждать. Все больше и больше ливийских политиков переходят на сторону побеждающей оппозиции. Каддафи продолжал сражаться до октября 2011 года. 20 октября 2011 года последний оплот Каддафи, его родной город Сирт в центральной Ливии был взят войсками оппозиции, а сам Каддафи был убит во время отступления из Сирта. Кортеж машин, на которых уходил Каддафи, был отслежен западной разведкой, по нему был нанесен ракетный удар, а дальше на вот эту разгромленную колонну были наведены местные оппозиционеры, которые после долгих пыток Каддафи убили, снимая все это на видео и потом все вот эти страшные кадры издевательства над престарелым, было почти 70 лет ливийским лидером, обошли все мировые СМИ. Ну а дальше в Ливии никакого порядка-то не произошло. Оппозиция пришла к власти и тут же переругалась между собой. Прозападные либералы не нашли понимания у ливийских военных, предавших Каддафи. Ливийские военные не очень хотели делить власть с исламистами, в том числе из международных исламских организаций, в том числе и террористической аль-Каиды, которая активно выступала против Муаммара Каддафи. В результате начинается новый виток гражданской войны. Фактически сегодня Ливия расколота. Расколота на несколько частей. Страна буквально рухнула. Огромные потери, исчисляемые десятками миллиардов долларов, принесла вот эта гражданская война ливийской экономики. Страна упала с 18-го места в мире на 120-е по темпам экономического развития. Внутренний валовый продукт Ливии, который при Каддафи составлял 14 тысяч долларов на душу населения, сократился до 4800 долларов в год. В стране запредельный рост преступности. Жертвами гражданской войны в Ливии стали 50 тысяч убитых, 30 тысяч пропавших без вести, 180 тысяч ливийцев были вынуждены покинуть собственные дома, превратившись в беженцев. Зато теперь Запад исправно получает ливийскую нефть и газ по выгодным для них западных стран ценам. Северная Африка сегодня это арена борьбы. Не только борьбы между крупнейшими державами современного мира, между США и Китаем. Это арена борьбы между идеями модернизации западного образца и идеями исламского, мусульманского традиционализма. Традиционное общество Востока постоянно борется с идеями западного прогресса, желая сохранить самое себя. И вот Северная Африка сегодня это одна из арен такой борьбы. Очень неспокойный регион, одна из горячих точек на нашем земном шаре. А закончить сегодняшнюю лекцию я бы хотел не очень обычно. В 20-х числах августа 2011 года, когда гражданская война в Ливии была в самом разгаре, когда войска оппозиции при поддержке западной авиации штурмовали столицу Ливии Триполи. На многих сайтах, во многих блогах Рунета появились вот такие стихи. В вечер воскресный особо мил хлеб с колбасой у Ливерной. И наплевать, что воюет мир где-то в далекой Ливии. После оливок с десяток штук и почивать спокойненько. Только, возможно, последний штурм ждет в этот час полковника. Часто ресурсы, вода и нефть служат причиной зависти. Осознавая, что шансов нет, полковник еще сражается. Мудно в бесчестии упрекать и на чужое зариться вновь затмевает собой закат алых пожаров с зарева. Там, по приказам крутых персон, много уже налетано. На пепелище шуршит песок книжными переплетами. Но, вопреки уверениям СМИ, медлит измены ржа еще. Может быть, в этот вот самый миг полковник еще сражается. Нынче, хоть любят клеймить порог, слишком накладно ссориться. Только один против всех порой проще, чем против совести. Он для цивильного мира дик, с верой нелепой в истину. Он не надеется победить, сколько удастся выстоять. Пусть репутация и чиста, но, закрывая жалюзи, помните, дети шакарьих стаи, полковник еще сражается. Лидер ливийской революции, полковник Муаммар Каддафи, сражался еще два месяца. 20 октября 2011 года он был убит. Муаммар Каддафи